Улыбки лидеров на международных саммитах редко бывают искренними. На встрече большой восьмерки в Ирландии некоторые не смогли изобразить даже такую натянутую гримасу. Причина нелицеприятного обмена заявлениями и взаимными обвинениями – несогласие российского президента Путина с другими коллегами по вопросу войны в Сирии. Но это лишь самый наглядный пример глубочайших различий между путинской Россией с одной стороны и с другой – странами Западной Европы, США, Канадой и Японией. В Клуб развитых либеральных государств Российскую Федерацию еще при Ельцине приняли авансом, надеясь таким образом поддержать демократизацию страны. Аванс семерки Кримль принял за должное. Быстрые нефтедоллары создали впечатление экономического успеха. Однако по показателю ВВП Россия в семь раз отстает от США, в три раза от Японии и в два раза от Германии. Уровень гражданских свобод в России – постоянный предмет критики правозащитников. Неловкий обмен на высшем уровне продолжился и после саммита. На глубоко символичном фоне Брандербургских ворот американский президент сделал предложение о сокращении вооружений, от которого Россия легко смогла отказаться. Диалог с препятствиями по словам разобрала Екатерина Катрикадзе. У Брандербургских ворот всегда что-то происходит. Берлинская достопримечательность мистическим магнитом притягивает к себе зарубежных правителей. В 1806 году, завоевав Пруссию, Наполеон увез Париж к Вадригу с вершины ворот. После разгрома Бонапарта союзниками бронзовая колесница вернулась в Берлин. В новейшее время ворота облюбовали американские президенты. В 1963-м Джон Кеннеди произнес здесь историческое «Я берлинец». В 1987-м Рональд Рейган, стоя у ворот, призвал Михаила Горбачева снести символ холодной войны – берлинскую стену. Нынешний американский лидер тоже решил не оставаться в стороне от исторической тенденции. Выступая у бронзовских ворот, Барак Обама призвал Россию сократить на треть американские и российские ядерные арсеналы, в том числе тактические ядерные боеголовки, развернутые в Европе. Первая реакция российской стороны оказалась осторожной, если не негативной. Москва готова обсуждать предложение Обамы лишь в том случае, если США пойдут на уступки по развертыванию у российских границ систем противоракетной обороны. Кроме того, российские официальные лица хотели бы подключить к переговорам о сокращении ядерных вооружений и других членов ядерного клуба. Мы должны в какой-то степени нарастить наши ядерные силы, а Соединенные Штаты в Америке должны сократить. И эти процессы, которые в последние годы, они начали сопровождаться иными предложениями, процессами, в частности, развертывания ПРО в Европе. Естественно, это существенно влияет на расклад сил, и Российская Федерация против такого увязывания. И мы хотели бы, чтобы работа ПРО была организована с учетом наших мнений. И поэтому, исходя из этого, переходить на данном этапе к реализации объявленных так называемых предложений Обамы, ну, по крайней мере, неразумно. Внутри США Барак Обама также столкнулся с непониманием. Представители республиканской партии предупредили, что не согласятся на дальнейшее сокращение ядерных вооружений в одностороннем порядке. Перспективы сокращения ядерных арсеналов Обама и Путин обсуждали в минувший понедельник на саммите Большой Восьмерки. Правда, главной темой дискуссии все же был болезненный для всех ее участников – сирийский вопрос. По мнению западной прессы, Владимир Путин победил в Лухерне всех, включая здравый смысл. Цель, которую преследовал российский лидер, была достигнута. Башар Асад и его потрепанный режим спасены от натовских ракет. Ради этого, очевидно, стоило разругаться с лидерами семи наиболее развитых стран мира. Круглый стол на саммите Восьмерки еще никогда не был столь остроугольным. Консенсус в ходе переговоров никак не складывался. В прессе обсуждалась возможность обнародования итогового коммунике по Сирии без участия России. Хозяину форума британскому премьеру Дэвиду Кемерону пришлось организовать для гостей деловой ужин, чтобы те могли сгладить сирийский угол за откровенным неформальным разговором. Участникам этой тайной вечери в последний момент удалось прийти к вымоченному компромиссу. Владимир Путин изъявил желание присоединиться к совместному заявлению с условием смягчения его формулировок. На итоговой пресс-конференции премьер-министр Канады, наделавший за день до этого немало шума своим высказыванием о том, что Восьмерка распалась на Семерку и Единицу, ради сохранения коллективного лица, пошел на попятный. Результат саммита оказался иным, гораздо лучше, чем я предполагал. У нас не получилось Семерки плюс один, о чем я говорил накануне, получилось заявление о настоящей Восьмерке. Я не думаю, что его текст можно интерпретировать в пользу правящего сирийского режима. Это существенная подвижка со стороны русских и лично господина Путина. За день до этого в рамках саммита состоялась двусторонняя встреча президентов России и Америки, а также их совместная пресс-конференция. Присутствовавшие на ней журналисты отметили, что оба лидера держались скованно, а общая атмосфера была ощутимо холодной. Путин и Обама признали наличие противоречия, однако заверили, что обеими сторонами движет желание остановить сирийское кровопролитие. Да, у нас разные подходы к сирийской проблеме. Но цели общие – это сокращение уровня насилия, безопасность химического оружия, гарантии того, что оно никогда не попадет в руки экстремистов. Мы хотим решить эти проблемы политическими средствами, если это возможно. Поэтому мы настроены продолжить дискуссию между нашими странами на встрече в Женеве. Мы проведены общим стремлением прекратить насилие, прекратить увеличение количества жертв в Сирии, решить проблему мирными средствами, в том числе с помощью переговоров в Женеве. Мы договорились подполкнуть в процессе мирных переговоров и побудить в стороны сесть за стол переговоров, организовать переговоры в Женеве. Каменные лица Путина и Обамы позабавили американскую прессу. Саммит «Восьмерки» завершился на конструктивной ноте, шутит журнал «Нью-Йоркер». Президенты США и России достигли соглашения больше никогда не разговаривать друг с другом. Екатерина Катрикадзе, Вадим Милицын. Специально для программы «Эхо недели». РТВИ.